В начале о важных переговорах в Кремле. Владимир Путин принял лидеров Южной Осетии и Абхазии. Республик, независимость которых Россия признала в августе 2008-го. И как раз в ближайшее воскресенье будет отмечаться 10-е годовщина этого события. За прошедшее время многое изменилось. Из изрядно потрепанных войнами и конфликтами, республики превратились в активно развивающиеся. Но главное, что их жители теперь могут без страха ходить по улицам и спокойно строить планы на будущее. О переговорах в Кремле. Илья Костин. Взаимное уважение и общие интересы. В Кремле Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вспомнили о событиях недавней истории, определивших судьбы не только отдельных людей, но и целых народов. Совсем скоро, послезавтра, исполняется десятилетие признания государственной независимости Республики Южной Осетии со стороны Российской Федерации. Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности. Но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, Республика развивается. Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия. Сегодня дети Южной Осетии не взрагивают от взрывов снарядов. Сегодня идет развитие Республики. И, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом. И какая политическая воля была вам проявлена во всех фактических событиях, происходящих в Республике Южной Осетии. Конечно, за это вам огромное спасибо. Спустя 10 лет после тех событий в Цхинвале обязательно показывают для сравнения, что было здесь в августе 2008-го и как стало сейчас. Все эти годы, благодаря помощи России, в Южной Осетии выполняются важные социальные программы. Строятся дороги, начал работу спортивный комплекс. Растет товарооборот, причем хорошими темпами по 24-25%. Осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России. И, в общем, есть результаты. Я имею в виду, например, строительство, она, по-моему, уже введена в строй детская больница, хирургический комплекс республиканской больницы. Введение десятки тысяч квадратных метров лошадей в социальной сферы, развивается инфраструктура республики Южной Осетии. И все это, конечно же, благодаря Российской Федерации. Более 80% жителей Южной Осетии – российские граждане. Это тоже необходимо было учитывать, принимая решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В результате агрессии, развязанной по приказу Михаила Саакашвили, на тот момент он был президентом Грузии, погибли более тысячи человек. На защиту мирного населения и российских миротворцев, оказавшихся под огнем грузинской артиллерии, тогда и встала наша страна. Так большинство жителей Южной Осетии вспоминают о событиях тех дней. Мы были от российских войск, от этих парней в восторге, которые вырвали нас из смерти, спасли. Российский флаг, который появился тогда в этом доме, как и в тысячах других домов Южной Осетии, с тех пор здесь не снимали. Грузинская армия была разбита, а Россия развивает отношения с двумя новыми государствами. В Кремле к главам России Южной Осетии сегодня присоединился президент Абхазии Рауль Хаджимба. Эта часть переговоров прошла без участия журналистов. Некоторые детали рабочего обеда стали известны позже, уже во время двусторонней российско-абхазской встречи. Вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе. Как мы с вами только что и констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией. Признание нашей страны – это воплощение вековой мечты абхазского народа и, несомненно, для нас это важное событие. Сегодня можно отметить, что подписано более 130 двухсторонних документов, которые позволяют нам решать вопросы в различных направлениях. Все эти годы в Абхазии строили и восстанавливали детские сады, школы, больницы. Этот реабилитационный центр для детей-инвалидов появился здесь всего три года назад. Раньше маленьких пациентов, нуждающихся в особом уходе, вывозили на лечение в Россию. Это было очень трудно, затратно. Некоторые не могли себе это позволить, не получалось, потому что большое количество детей государства, не так много денег. А потом все-таки пришли к необходимости создать этот центр, благодаря тому, что помощь была оказана. Частые гости в Абхазии и российские туристы. В прошлом году здесь побывали около 800 тысяч россиян. Илья Костин, Павел Рудаков, Сергей Валетов, Первый канал.